Что может быть лучше кошки? Правильно, много кошек. В Центральной районной библиотеке прошла выставка наших любимых усатых друзей из приюта Зоодом, приуроченная ко дню кошек, который традиционно проходит 1 марта и являющаяся частью благотворительной акции «Подари тепло». Сегодня в Щелковской Центральной районной библиотеке не совсем обычное мероприятие. Это не презентация какой-то очередной книги, а выставка кошек. Здесь около 17 пушистых животных, каждый из которых хочет найти свой дом. Эта акция представляет собой выставку-раздачу животных из приюта «Кошек». И она сопровождается тематической книжной выставкой. Мы пропагандируем свои журналы «Друг кошек», «Друг собак», «Ветеринарные пособия». Наш фонд существует более пяти лет. При фонде у нас создан приют фонда, в котором содержатся собаки в количестве сейчас 130 и кошек в пределах 60. Главная цель выставки, конечно же, помочь животным найти дом. А тот, кто по каким-то причинам не готов завести себе кошку или кота, может помочь пушистым питомцам материально. Важна будет даже незначительная сумма. Все стерилизую, прививаю. Вот эта кошечка стерилизованная. Я ее стерилизовала, сделала прививку, оформила паспорт. Все за свои личные деньги пенсионные. Все животные на выставке стерилизованы и имеют паспорта с необходимыми прививками. Из 17 кошек, представленных в этот раз, 5 обрели семью. Повезло даже коту-батону, который остался без одного глаза. За ним пришли целенаправленно. Это ли не радость? Вот у нас уже есть дома два котика. Но решили взять еще одного, помочь. Ну, я увидела кота и сразу в него влюбилась. Он такой хорошенький, у него такой красивый глазик один, который есть. И мы сразу решили. Вот на следующий день мы вчера увидели, а сегодня уже пришли забирать. Еще повезло, что они как раз приехали в Щелково на выставку. Мы здесь недалеко живем. И вот прям все сложилось. Прям судьба. Вывод один. День кошек замечательный праздник. Но давайте стараться помогать братьям нашим меньшим вне зависимости от дня недели и времени года. Мария Буржинская, Сергей Василевский, телерадиокомпания «Щелково».